Дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Саша и сегодня собиралка-болталка, где засветится парочка продуктов из сети Магнит Косметик. И параллельно с тем я буду краситься вот этим вот набором от Амитонука, который включает в себя один или два новых оттенков из коллекции Полынь. Но прежде чем я приступлю к макияжу глаз, конечно же, я сперва нанесу на лицо тональный продукт. И сегодня таким продуктом станет Стелларевский тональный, который называется Ньют Скин Фондейшн. У меня он в оттенке 03, песочно-бежевый. И мне кажется, он очень неплохо мне подходит. Вот, в общем-то, какой он по цвету. Сегодня хочу его наносить при помощи пальцев на лицо. И хочу сказать, что у этого тонального, несмотря на то, что всего 4 оттенка в ряду, в палитре, но они все очень круто удались бренду Стелларе. Если вот, я надеюсь, прикреплю все-таки, сумею фотографии со сводчами всех 4 оттенков, которые я делала в магазине, по крайней мере в магазине, когда я смотрела, там все-таки доля подтона была более явственно заметна между ними. Я взяла тот, разумеется, где было чуть больше теплого подтона. Тональником я пользуюсь уже давно. И мне он, сразу скажу, нравится. Чек-ин этого макияжа в плане носкости покажу в самом конце. Врежу все это дело в тело ролика вместе с апдейтом по классике этого формата на моем канале. Но вот сколько я его ношу, он мне ни разу ничего прям негативного не вызывал. Я склоняюсь к тому, что, скорее всего, это зависит от подтона. Потому что Лена... Лена Сергеевна, если ты мне смотришь, большой тебе привет передаю. Лена Лоста писала на этот тон текстовое ревью. И она взяла самый светлый оттенок, если не ошибаюсь. И вот Лене он не очень подошел все-таки. Все-таки, все-таки даже не в потон там упирался вопрос, а именно вот по техническим характеристикам все же продукт Лене не совсем понравился. Я прочитала ее текст и подумала, да, такая весьма спорная вещь, неоднозначная, но я вообще хочу попробовать это средство. И я взяла не в самом светлом оттенке, как вы понимаете, третий оттенок. И вот он мне подошел. И все-таки вот этот вот момент, блин, не знаю, теория заговора какая-то вырисовывается. Что как будто бы более светлые оттенки у одних и тех же тональных продуктов чуть более сухие, чем более насыщенные по содержанию пигмента, более теплую гамму уходящую, более там розовую градацию и так далее. То есть берешь один и тот же тональный, и получается так, что если он светлый, он будет лежать хуже, чем тот же самый тональный, только в чуть-чуть более темном оттенке у этого же производителя, в этом же ряду. В общем, вот, можно заметить, как он живо лежит. Покрытие у него не матовое вообще ни разу, живое, блестящее, очень хорошее. И красноту мою неплохо тональный снивелировал. Более того, мне кажется, вообще оттенок очень хорошо мне подходит. И при этом по техническим характеристикам мне также очень-очень нравится. Возвращаясь к вопросу о том, что одни и те же тональные в разных оттенках, более светлым, более темным, у одного и того же производителя разнятся по техническим характеристикам, я это хочу подкрепить в будущем еще и вот у меня есть шака-шака в 0.1 оттенке и в 0.3. И вот реально они отличаются. Вот в 0.1 он светлый и он суховат. Он куда более сухой по сравнению с третьим оттенком, что действительно чувствую, будто это немножечко разные тональные налили в банке. И то же самое у меня обстояло с моим любимым Givenchy, который призм Libra, который я давно уже в кадр не таскаю, но за кадром время от времени я им пользуюсь. Все-таки не даром он у меня любимый, не даром у меня три флакона куплено. Кто смотрит мой канал давно, в курсе, как я его люблю. Действительно, эти моменты я подмечаю как в Givenchy, так и в Vivienne Sabo. И мне кажется, что и у Stellar есть что-то вот в эту сторону тяготеющее. У кого был такой опыт, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно узнать, обсудить эту тему, потому что я помню, вот у нас с Моникой была такая ситуация. Кажется, у нее то ли тональный тоже был, то ли корректор, консилер. И у нас были в разных оттенках. И мы разговаривали с ней, обсуждали текстуры, и оказалось, что... Ну, пришли к выводу, что по ходу дела действительно более светлый, он суховат. А более темный, более теплый, он более кремовый, более такой дружественный. Из минусов этого тонального продукта спешу выделить вот такой вот носик, который постоянно вытекает. Я не держала тональный как-то вот так вот, но тем не менее он у меня неплохо так потек сейчас. Буду думать, как его убрать, потому что вот жалко. А так вообще я этот тональный хочу повторить в будущем себе, опять же. Мне он нравится. Вот несмотря на то, что он менее кремовый, например, чем мой любимый ламелевский вот этот. Вот этот более плотненький, чуть более густоватенький, чем вот этот вот. Но тем не менее они мне оба нравятся. Этот тональный я пробовала нанести как при помощи влажного спонжика, так вот сейчас вот на камеру. При помощи просто пальцев рук, и все мне слось великолепно. Точно так же великолепно, как и с этим. Точно так же носит отлично и при помощи спонжа, и при помощи пальцев рук. Все замечательно. Так что в бюджетном сегменте пополнения. Классные тональные пополняют ряды. Приступлю к оформлению бровей. Возьму свой любимый, опять же, Стеллариевский карандаш, которых у меня несколько штук за кромах еще осталось. И хочу также с вами поднять тему обсуждения нового сериала. Сериал, ну, как сказать, он не особо новый. Он уже давно выходит. Называется он «Убийство в одном здании». И мне интересно его посмотреть. Я вообще люблю детективы. Хотя, наверное, по моему контенту и по тем сериалам, которые я обозреваю, особо это и не скажешь. Но, тем не менее, я всю жизнь любила детективы. И Конан Дойла я читала с запоем в свое время. И, в общем-то, старший сын у меня назван с такой некой отсылкой к Артуру Конан Дойлу. Но не в этом суть. Я хочу завести разговор о том, что стоит ли смотреть. Кто смотрел «Убийство в одном здании»? Стоит ли? Хотя я по сети читаю очень много позитивных рецензий. И склоняюсь к тому, что, наверное, все же стоит его посмотреть. Это детективная история с элементами комедии. Это вообще, наверное, комбо, которое мне особенно нравится. Которое я особенно выделяю, пожалуй. Потому что смешанные такие два не из любимых моих жанров. Ну и тот момент, что интересно посмотреть на Селену Гомес в качестве актрисы. Я не особо верю в ее актерские какие-то способности. Но с учетом того, что начинала она вообще как актриса изначально в клубе Микки Маус, скорее всего, она свою актерскую хватку не должна была растерять. Так-то многие ее знают еще и как певицу. А еще и создателя бренда Rare Beauty. Так что очень интересно посмотреть. Меня немножечко смущают тизеры на второй сезон. Что она со своей хорошей подружкой Карой де Левинь там играет спойлер. Спойлер. Хотя, я думаю, для тех, кто смотрел, знает. Играет она там влюбленную пару. На что мне кажется, что обе девушки, конечно, невероятно хороши. Но почему-то терзают сомнение, что они могут сыграть действительно хорошую такую влюбленную парочку. Некую такую химию между ними. Может быть, реализовать, воссоздать как-то будет сложно, мне кажется. Но я могу ошибаться. Так что есть у меня в планах посмотреть все же этот сериал. Тем более, как раз второй сезон сейчас выходит. И мне кажется, это интересная новинка будет. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Может быть, мне в старых традициях канала снять собиралку, посвященную там Метанука и сериалу. Потому что я знаю, что на тот момент, когда у меня была голосовалка, так сказать, мнения разделились. Кто-то хотел этот формат, кто-то не хотел. А кто-то и вовсе высказался, что хотелось бы, чтобы миксовался формат. Чтобы были и собиралки классического типа, вместе с собиралками, которые завязаны на тематике Тами Танука и сериалов. Ну что ж, можно приступать постепенно к нанесению базы по тени для век и к макияжу, который планировался с набором Тами Танука из одной из последних таких недель, который назывался «Подсказки в семейных альбомах. Воспоминания и секреты». Параллельно с новым оттенком, который называется «Ежиная прачка», сюда входит еще один новый оттенок, который называется «Страптивица». «Страптивица», но «Страптивица» он какой-то, не знаю. Посмотрим, как он проявит себя в макияже. А пока что я нанесу, наверное, базу под тени для век, и таковой у меня будет в кадре NYX HD. Набор, как можно заметить, он такой в холодной гамме. Я, как вы помните, холодный не очень люблю, но после знакомства с палеткой «Дамбо» от «Эссенс», немножечко рамки моего холодного макияжа расширились. Расширились такими серо-асфальтовыми полутонами. И мне теперь стало интересно примерять на себя такие полутона и оттенки, чтобы найти что-то тоже интересное. Хотя, честно, я все равно, ну, прям-таки, чтобы влюбиться-влюбиться в какой-нибудь такой серо-голубой, серо-зеленоватый, нет, серо-голубой, серо-голубой макияж на себе, наверное, я все же не смогу. Но этот набор я брала еще в частности ради вот этого оттенка, который называется «Сдержавшая клятву». Верности – это серо-зеленый-синий какой-то оттенок. Очень интересный, но я очень боюсь, что получится фигня, поэтому прибегну к помощи моей любимой палетки от «Вивьен Сабо» «Французская Полинезия», которая меня вручает вот в таких вот очень спорных, неоднозначных ситуациях. У Юли там не было транзитного, но я такой человек, и без транзитных не могу работать с темными, поэтому мне нужно что-то в помощь себе подбирать. Итак, «Сдержавшая клятву верности» возьму на ту же самую кисточку, которую наносила, и буду создавать затемнение при помощи этого оттенка постепенно. Очень необычный, небанальный подтон, и вообще я вот как раз-таки в последние несколько месяцев стала замечать, что в матовых текстурах Тами Танука есть поистине интересные какие-то свои полутона, которых часто можно и не встретить на широком рынке бьюти мира. Вот тот же самый догматик, который мне девушка в комментариях советовала к пробам, и я его очень хочу купить. Я вот как раз когда ездила в магазин визажистов, Makeup SPB называется у нас, и я хотела его купить, но догматика не было в наличии, поэтому придется мне его покупать потом с официального сайта Тами Танука. Кстати, он очень даже нормально нанесся. Ну, как бы я думала, он будет и пятнить, потому что такие полутона, они все же относительно сложные в быту, эксплуатации на повседневку. С ними прям нужно немножечко бодаться для подтушевки, плюс они могут залипать, они изрядно суховаты, они более сухие, чем какие-нибудь теплые оттенки или нейтральные оттенки. А тут что-то как-то мне нравится. Не знаю, насколько интересным получится макияж сегодня, ну, в плане того, подойдет ли он мне или нет, но опять же это отсылка к реконструкциям Тами Танука, когда я примеряю на себя разные цветовые сочетания, которые создает Юля в группе Тами Танука, я их примеряю и заодно какие-то интересные сочетания могу для себя в будущем подобрать в процессе вот этой всей примерки. Так вот здесь не совсем ровно получилось, но я думаю, я это дело прикрою, плюс спасет меня мое нависание. Далее на плоско-пушистую кисть предполагается к нанесению во внешний угол глаза оттенок, который называется «Птица». Темный, темно-темно-асфальтовый, мерцающий оттенок, такой на грани сатиной металлика что-то. Я такие не очень люблю и стараюсь их все же не покупать, но в рамках набора, мне кажется, они имеют свое право на жизнь, потому что они изрядно-таки дополняют набор и украшают гамму, которая предполагается к набору. Не даром их так с умом и с чувством, с толком, с расстановкой собирают. Действительно, тот же самый макияжный хук, излюбленный макияжный хук Юли. Реально продублировался практически этот оттенок. Далее на подвижном веке там планируется к нанесению «Сестры, держащие небо». У меня вообще этот оттенок есть в стаке. Я давным-давно, кстати, тоже в собиралке я его показывала. Это был цикл «Пески», где был стак с младшей сестренкой, «Сестры, держащие небо». Вот эти вот оттенки невероятные были. И этот оттенок мне очень нравится. И он сюда идет, вот на эту область. И стушевывается на стыке вместе с предыдущим оттенком. Даже думаю, если получится, я сделаю эту версию макияжа, чуть более, наверное, такую тонкую, прозрачную, нежную. Потому что мне сейчас еще и бежать ребенка, забирать из сада. Мой самый маленький, самый младший сын пошел у меня в садик. И пока он адаптируется там, на полдня ходит, но в скором времени пойдет на полный день. «Сестры, держащие небо». Вот по дисперсии с птицей очень похожи, и поэтому стушевываются друг с другом великолепным образом. На нижнее веко идет оттенок «Строптивица». Как раз-таки из новых, серый такой. Но серый многогранный. Я здесь замечаю, в общем массиве есть некие фиолетовые блесточки. И понятно, в общем-то, почему его запихнули в этот набор. Чтобы как раз с сестрами, держащими небо, была какая-то вот перекликающаяся нотка. Но оттенок-то сам симпатичный. Он прям под стать как раз-таки затемняющему, который, сдержавший клятву. Вот прям очень подходит. Прям офигенно. Красивый оттенок, но вряд ли бы я его купила бы отдельно. Потому что у меня в виш-листе все же находятся другие цвета. Там и Танука, которые я хочу прикупить в свою коллекцию. Из новой серии. Этот туда не входит, но он очень неплох. Очень такой повседневный. Мономакияж на все века. Мне кажется, очень неплохо он может подойти. И вишенкой на торте этого макияжа идет во внутренний уголок глаза оттенок, который называется «Ежиная прачка». Я его очень хотела, в принципе. Потому что он очень-очень похож на... Господи, где у меня клей для глиттера? Я его очень хотела, потому что вообще на сайте есть оттенок, который называется «Ловящие зеркальных карпов». Или как-то так он называется. Оттенок. И я этих зеркальных карпов очень хочу прикупить. Но так как вышла «Ежиная прачка», которая безумно похожа на зеркальных карпов, только подтон у прачки немножко более такой заземленный, более повседневный. Потому что зеркальные карпы более такие серебряные. Здесь уже подтон в долю такую... В теплую нотку такую уходит. То я когда увидела сразу же «Все, я вот эту прачку возьму стопудово». В общем, мои ожидания она подтверждает. Но я головой холодной понимаю, что этот оттенок для многих людей далеко не на каждый день, в принципе. И для кого-то он будет как некая такая вечерняя версия макияжа. Мне кажется, такую плотную сияшку можно носить совершенно спокойно и на подвижные века, в качестве блестяшки. И как раз такие во внутренний угол глаза для подсвечивания, как это было как раз вот в этом макияже. Ну что ж, прокрашу ресницы. А вот и прокрасила я ресницы. То, что вы видите сейчас в кадре, это макияж, который я проносила уже 7 часов. Так получилось, что, к сожалению, я выбегала очень быстро из дома, и у меня кусочек банально не заснялся нормальным образом. Так что вот это вот все, это то, что у меня осталось как раз после 7 часов носки макияжа. По поводу тонального. Я его засняла сейчас как раз перед тем припудриванием, которое сейчас осуществило в кадре. И можно заметить, что он весьма таки неплохо лежит. Я, между делом, на улице, когда была, попала и под дождик, и холодно было, в общем-то. Были все предпосылки к тому, что он относится плохо, но нет, он продержался очень даже достойно. С помадой все очень даже нормально. Она мне не сушит губы, но она лежит таким защитным камуфляжиком. Она не увлажняет, не питает, но и не сушит. Это тот самый вид пуль, который очень-очень сильно похож на регулярную линейку Стеллари. К тональнику у меня вопросов ноль. Мне он очень нравится. И не просто так, и сегодня также в тест-драйве он проявил себя наиболее выигрышным образом. Даже где-то если он и подслез, он настолько незаметно это сделал, что не усугубил никакие нюансы цветовые. В общем-то, он очень хорошо лежит. Что касается помады, от Beauty Bomb в коллаборации с Наталиной так получилось, что, к сожалению, нанесения этой помады у меня не записал мой телефон. Я выбегала и не успела. Я, наверное, сделаю сравнительные свотчи тех оттенков нюдовых, которые у меня уже есть из ассортимента Стеллари. И скажу так, что чисто по моим субъективным впечатлениям, вот первое впечатление, эта помада, она не особо сильно отличается от регулярной линейки Стеллари. Она даже по образу и подобию максимально схожа с линейкой помад этого бренда. Здесь оттенок пыльно-лавандовый, вот эта классическая пыльная лаванда, которую еще любят иногда называть в узких кругах бьюти-маньяков «Я немножко умерла», но здесь этот подтон пыльной лаванды более теплый, так сказать. То есть, это не прям-таки фиолетовый, это больше склоняющийся действительно что-то в сторону шоколада, наверное, вот что-то типа того. Оттенок хороший, скорее всего, я прикуплю еще розовую, карамельную, вот она чуть более пыльно-розовая. У марки удалась, и я, наверное, сравнительный сводч также потом в будущем приколю, даже, может быть, текстовый ревью и рекоменд напишу. Но в целом, к помаде у меня вопросов нет, но это вот, ну, один-один стеллари, просто это другой подтон помады. Ну и что касается теней Тами Танука, здесь вопросов, опять же, ноль, потому что, как правило, на вот этой вот базе все носится великолепным образом, и в высокую влажность, и в дожди, и долгое время нахождения под дождем. Рассыпчатые пигменты Тами Танука на этой базе великолепно держатся на моих склонах к жирности в веках, так что все изумительно, все прекрасно. Свочи всех оттенков Тами Танука, которые вошли в этот набор, которые я сегодня примеряла, будут у меня в фотоформате, как всегда, в группе ВКонтакте при дневной съемке, ну и также я сейчас в пролете вам покажу и то, что днем я снимала на телефон, и то, что я при кольцевой лампе вместе с софтбоксами наснимала. Ну что я могу сказать? Я, в общем-то, довольна. Я думала, что вот этот оттенок матовый, он будет куда более сложным в эксплуатации, и он прям жестко запятнит, но этого не произошло, и он меня изрядно порадовал. Еще одна такая градация познания холодного подтона в моей жизни прошла успешно. Сегодняшний день, сегодняшний затрес прошел очень даже хорошим образом, и опять же, опять же, опять же, не могу не упомянуть. Вы видите на моем лице румяна? Я их вижу, и это Деодалия. Это те самые мои любимые румяна, к которым у меня рука тянется сейчас постоянно. К слову говоря, я одевалась, переодевалась, через голову снимала худи, и при таких обстоятельствах давным-давно румяна должны были с меня слететь, но ничего из этого не произошло. Причем, учитывая тот момент, что они кремовые, и я их не закрепляла никакой рассыпчатой формулой каких-либо прессованных румян. Все замечательно, просто великолепно. Так что получилось сегодня такое непривычное завершение моей собиралки, но зато вы можете воочию убедиться, как продержался макияж спустя 7 часов под большой влажностью и под дождем у меня сегодня. Спасибо за то, что провели это утро со мной. Я надеюсь, сумела вас немного развлечь, или же в некоторых моментах сумела стать немножко информативной и наглядной. Одна в том моменте, где я показывала свочи этого самого набора с Тами Танукой. С вами была Саша, увидимся с вами через два или через три дня на четвертый. Посмотрим, как получится. Но совершенно точно закроет эту неделю у меня ролик о Даниловском цирке и о кистях Георга. Мне есть, что сказать. Я, безусловно, по этому поводу внесу свою лепту. Всем спасибо и до скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok